У вас появилась возможность копировать мои сделки на Форексе. Вся информация по ссылочке в описании, но пока это все в тестовом режиме. Если большинство людей будут довольны, рады и счастливы, тогда этот проект будет у меня работать в долгосрок. А пока что до конца октября. Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня мы с вами будем трейдить на фьючерсах. Напоминаю, что фьючерсы это прямой путь к сливу. То есть это очень опасный трейдинг, это очень опасная штука, как минимум за счет кредитных плеч. Если вы не готовы рисковать, если у вас мало опыта в трейдинге, то лучше не заходить даже сюда и не суваться. Лучше выбирайте какие-то более консервативные методы трейдинга. Так, я не буду много разговаривать, мы с вами переходим в площадочку. 100 баксов у нас есть на счету. И давайте у нас есть цель сделать баксов 20-30. Так как я хочу поскальпить, мы будем с вами смотреть младшие таймфреймы. 25% у нас. Изолированная маржа. Давайте пока поставим перекрест, но если что поменяем. И мы уходим на понижение. Ай-яй-яй, не успели. Не успели мы зайти перед импульсом вниз. Так как я знаю, что, скорее всего, сейчас будет жесткое пробитие уровня. По рынку продаем шорт. Все, продали. И остается просто ждать и наблюдать. Можно пока посмотреть что-то еще. Так же. 25%. Блин, нет, низко так не хочу заходить. Чуть-чуть поднимется сейчас. Поднялось, поднялось. Продаем. 25%. Ой-ой-ой. Зашла x75. Из-за невнимательности. Просто не доглядела сейчас. И зашла слишком с большим плечом. К счастью, у нас здесь изолированная маржа. Поэтому, в принципе, все должно быть четко. То есть, изолированная, это когда я могу слить не более тех денег, которые поставила. Если у нас перекрестная маржа, это значит, у нас в зоне риска находится весь наш вот этот депозит. То есть, по сути, сделка по битку у нас сейчас может сожрать все вот это. Если цена дойдет до 54 тысяч. А здесь, если цена дойдет до 417 долларов, вот до сюда, значит, у нас сожрется всего лишь вот эти вот 19 долларов. Ну, так как мы с вами сейчас как раз слоем нисходящую тенденцию на рынке, я думаю, что тренд должен уже пробивать все уровни поддержки. Остается просто сидеть и наблюдать. На самом деле, буду сейчас смотреть прям по ситуации. Если увижу, что цена никак не захочет пойти вниз, то закроюсь. Либо вот даже можно сейчас закрыться на прибыли в 5 баксов. Это уже там плюс 30% практически. Давайте понаблюдаем, посмотрим. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 25%, марша 20%. Давайте возьмем перекрестную. Продать. Эй-эй-эй-эй. Так, отлично. Зашли прям от сопротивления. Так, сейчас вам на трейдинг-вью покажу уровень, который я визуально увидела. Вот он. То есть цена сейчас за пределами этого уровня, но тем не менее, думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что вот этих позиций нам сейчас будет достаточно, чтобы выполнить план по заработку. Просто ждем, просто смотрим и наблюдаем. Так, посмотрите, эфир у нас подходит к зоне поддержки. Вот этот уровень. И было бы неплохо продаться прямо возле него. Ну, если, конечно, цена сейчас наверх не развернется. Кстати, пока вот идет сделочка, посмотрите. Вот, в принципе, вот это сопротивление прям хорошо отработало. То есть цена немножечко выходила за пределы. И все равно как-то вот медведи смогли задавить быков. То есть, особенно если вы учитесь только трейдингу, если вы учитесь техническому анализу, я вам рекомендую прям сидеть и наблюдать за тем, что происходит на графиках, за тем, как ведет себя цена. Например, вы прочертили визуальный уровень. Сидите и смотрите, а будет ли цена от него отбиваться или будет пробивать. И вот, когда вы насидите прям много-много часов, понаблюдаете за тем, что происходит на рынке, так скажем, у вас подсознание будет само вам подкидывать. Продаем по рынку. Есть. У вас подсознание само будет вам подсказывать очень классные варианты. Так, смотрите, здесь я бы зашла на 25%. Блонг. Потому что, потому что цена у уровня поддержки. Сейчас она немножко от него оттолкнется. Мы с вами чуть-чуть зафиксируемся. В принципе, по плану осталось совсем немножечко нам с вами сделать. И я надеюсь, вы заметили, как у нас, в принципе, коррелируют практически все монеты между собой. И биткоин, и альты. Просто все вообще, что связано с криптой, у нас коррелирует прямо. То есть биток там упал, упали другие монеты. И наоборот. Опять же, посмотрите, цена отталкивается от уровня поддержки. Даже если она сейчас его пойдет пробивать, вот эти вот движения нам говорят о том, что мы правильно выставили уровень, о том, что этот уровень работает, и как бы о том, что все четко. Но вообще было бы неплохо словить вот такой вот импульс. До 3404 баксиков. Словили бы вот этот импульс и были бы в шоколадике. Посмотрите, вот эти танцы возле уровня, но они вполне адекватные. Вот, если смотреть на прошлую ситуацию, также вот раз, два, три, четыре, пять. Пять минут цена танцевала возле данного уровня. Вот здесь потанцевала. И то есть здесь мы, в принципе, можем еще пару минут наблюдать. Там 2-4 минуты. Вот тени у нас где были. То есть цена спускалась до сюда. Она даже спускалась вот до сюда. И, в принципе, то есть это все нормальные ситуации. Вот эта ситуация сейчас не говорит о том, что цена хочет пробить этот уровень. Вот эта ситуация, она пока что адекватная, потому что она уже была в прошлом. То есть сейчас повторяется вот данный цикл. Смотрите, и что интересно, у нас раз был хороший отскок, вот до этого уровня. Вот два был до этого уровня, прям хороший отскок. И, по сути, то, что было два раза, должно быть и третий. Это вообще один из прикольных таких закончиков, правил. Но я придерживаюсь его по жизни. Вот эта свеча, она мне, конечно, уже не нравится. Но, тем не менее, пока что ситуация находится в пределах нормы. Я думаю, что мы сейчас вытянем на эфире. Зафиксировали. Хочу вытянуть, сейчас нам еще надо сделать 2 бакса буквально. От 2 до 12 долларов у нас по плану, то есть было примерно 20-30 у нас долларов. Цель на данный момент... ...немножечко не дошли. Так, вот у нас произошел толчок вот от данной зоны поддержки. Мы сейчас с вами немножечко выжидаем. Буквально еще доллар, доллар, доллар. Давай, один доллар. Полтора доллара. Ай-яй-яй, сейчас должна быть красненькая свеча. А, ну, в принципе, еще импульс мы можем сейчас словить. Да-да-да-да-да. Парам-пам. Зафиксировались. Есть! План выполнен, друзья. У нас плюс 20% к нашему депозиту. Да, это было долго, это было жестко. Но если увеличить, кстати, депозит, например, хотя бы до 1000 баксов, то 20% от депо это будет 200. Поэтому, если считать в процентах, я считаю, что неплохой результат. Кстати, как теперь вывести? Смотрите. Вот. Мы жмем. С фьючерсного аккаунта. Ой, смотрите, какой импульс. Могли дождаться и собрать сейчас прям капусту, но лучше, лучше здесь не жадничать. Жмем фьючерсы. Жмем фиат и спот. Монета. Сумма. 100. 20 долларов. Закинули 100. Вывели 120. Все отлично. Все шикарно. На этом видео будет подходить к концу. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх. Жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения. Всем огромного профита. Всем пока.